На первом сегодня мистическая премьера. Фильм «Алхимик». История необычной семьи, которая создала чудодейственный эликсир, способный продлевать жизнь. Принесет ли им это изобретение счастья или станет проклятием на несколько поколений? Зрители ждут события, полные загадок, опасные приключения и красивая история любви. Минис Усманова расскажет больше. Ты уверен в этой фитюльке? Полной уверенности нет. Вы будете среди первых. Ну первым, так первым. Был ли на самом деле у Григория Распутина некий секрет бессмертия и спустя сотню лет тайна? Но исторический факт. В день убийства его не брали ни яд, ни пули графа Юсупова. Будь живой! 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 Только выстрел в голову от английского шпиона Освальда Рейнера. Реальная фигура и, возможно, организатора покушения убил Распутина. И главный вопрос. Как он встал и бежал после смертельных ранений? От ответа, как оказалось, зависел мировой баланс. Если хоть один из русских обладает ключом к подобному бессмертию, это вопрос, который надо разрешить. И устранить угрозу. В чем угроза? В армии солдат, способных преодолевать смерть? Это как, я не знаю, ну как ядерное оружие, да? Как вообще цепная реакция ядерная. Ее можно использовать в мирных целях, а можно в войне. Вот так же эликсир. Эликсир Фауста – живая вода, секрет которой разгадал Александр Невельский. Безграничная власть над временем и законами биологии. Рецепт, который, кажется, уходит в небытие вместе со своим изобретателем. Но дар алхимии, словно гены, передается по наследству. Ты, звено, преемник. И вот уже внук Невельского Андрея в подземной лаборатории деда ищет тайное знание, в которое поверил после встречи с Марком Терентьевым. Эликсир, ну и сколько же тебе лет, Марк Терентьев? На самом деле не так уж много, но поверь, когда годы сразу наваливаются. Так сколько? 65. Марк – живое доказательство силы эликсира 1917 года рождения. Молод и жив после ранения в 45-м, благодаря украденному у Невельских флакону зельем. Он является для меня в этой истории, наверное, ангелом-хранителем семьи Невельских и таким рыцарем-одиночкой, что ли. А защищать Невельских приходится постоянно. За эликсиром вечной жизни охотится и тайное общество иллюминатов, и свои. Оставаться на месте, не двигаться и поднимите руки. Опергруппа Комитета госбезопасности. Впрочем, алхимикам нужно бояться и самих себя. Любовь мужчин Невельских смертельна. Если фамилии что-то получают, то фамилия должна что-то и отдать. Таков закон. Но разве есть эликсир, заглушающий сердце? То, как они разговаривают, то, как они общаются, то, как он за ней ухаживает. Когда она там сидит на чемоданах и ждет его, очень трогательная, мне кажется, получилась история. Так что же такое дар алхимика, благословение или проклятие? Предстоит узнать не одному поколению Невельских. Их история – мистическая сага, фантастика, которая переплелась с реальной жизнью и историей страны. Эликсир не должен достаться кремлевским старцам. Вот и все. Вот и все. Так могло быть, но мы разочаровались в Андропове. И теперь для России написан новый сценарий. Эта история, она о том, что смысл, в общем-то, не в протяженности жизни, а в ее, наверное, в ее наполненности. Если бы вам дали такой эликсир. О, я бы тысячу раз подумал. Муниса Усманова, Елизавета Измайлова, Мария Емельянова и Сергей Воскобойников. Первый канал. Итак, «Алхимик». Первую и вторую серии смотрите сегодня сразу после программы «Время».